Сегодня до мельчайших подробностей расковыряем In The End Link Impact, чтобы понять какие-нибудь три штуки, которые в этой песне можно было бы улучшить, и какие-нибудь три полезности, которые можно было бы взять себе в свою копилочку инструментов сонграйтера. Этот видос стопудово будет полезен тем, кто начинает учиться писать текст, и 100% понадобится тем, кто уже пишет текст, потому что там будет много всякого полезного. Ну и плюс по пути что-нибудь из английского языка узнаем, может какие-то полезные фразы или слова. Вот тут сразу с первой строчки автор говорит, что он не знает почему, а я... Вадик Углов, а я самый главный специалист по текстам песен во всем мире, а может быть, даже и на ютубе. Погнали, давайте быстренько по переводу пробежимся. Значит, вот чего, и я не знаю, и совершенно не имеет значения, как сильно ты пытаешься. Doesn't matter. Вот эта фраза не имеет значения, вообще пофигу. Doesn't matter. Берите на вооружение. Keep that in mind. Уясни. Our design is rhyme. Это рэперская какая-то фигня. Я разработал эту рифму. Это как бы мета-кусочек, который здесь нужен чисто для рифмы. To explain in due time. In due time. Своевременно. Это выпадение из стилистического контекста, но, тем не менее, оно нужно, чтобы сделать рифму. All I know. Все, что я знаю. Значит, что он знает? Time is a valuable thing. Время очень ценная штуковина. Оно пролетает as the pendulum swings. Pendulum это маятник. Вот эта вот фигулечка, которая маячит. Swing это вот так. Вот это swing. Countdown. Это countdown. To the end of the day. Соответственно, он отсчитывает время до конца дня. The clock takes life away. Вместе с тем, как тикают часы, уходит жизнь. Все unreal. Так нереально. Didn't look out below. Чего? Очень странно. Как будто для рифмы просто window, no, go. Вот это все. Не брал в голову, грубо говоря. Watch the time, go right out of the window. Время выходит прямо в окошечко. Хотел держаться. Не знал. Все потратил, чтобы увидеть, как ты уходишь. Иными словами, то, что имеем, не храним, потерявши, плачем. Время ушло, и вот партнер лирического героя тоже куда-то уходит. Вот такая история. Kept inside. Все держал внутри. Fall apart. Очень классно. Когда все вот прям разваливается, прям валится из рук, все вот не получается. Вот это fall apart. Как в буквальном, так и в переносном смысле. Если вы из кубиков построили домик, он разваливается. Это fall apart. На части как бы. Apart. То, что оно для меня значило, когда-нибудь станет памятью времен, когда. И дальше припев. Так пытался, прям и так далеко зашел. Но в конце концов, in the end. It doesn't even matter. Не имеет значения. Надо было упасть, чтобы все потерять. Но в конце концов, значение это не имеет. Дальше второй кусок. Ох, как долго мы это будем разбирать. Вот чего, не знаю почему. Опять то же самое. И вот это опять все то же самое. И вот это вот то же самое. Прям один в один. Ну почти. То есть то же самое, только единственное, что он не explain in the time, да, не вовремя объяснить. А, себе напомнить. Немножко меняется акцент. In spite of. Несмотря на. Обратите внимание, возьмите на вооружение. The way you were mocking me. Несмотря на то, как ты надо мной издевалась, передразнивала. Mocking. Есть такая птичка. Mockingbird. Пересмешник. Kill the mockingbird. Убить пересмешника. Книжка. Acting like I was part of your property. Property. Собственность. Вела себя так. Act like. Я был твоей собственностью. Вспоминая все время, когда ты со мной fought, сражалась. Я, кстати, в детстве другое слово здесь слышал, но я плохо знал английский язык. Удивлен, что вообще так далеко зашло при вот всех вот этих прочих равных. Все не так, как было раньше. Aren't the way they were before. Ты меня бы уже и не узнала. Не то, чтобы ты знал меня тогда. Not that. Не то, чтобы что-нибудь. Back then. Тогда, тогда. Вот это тоже хорошее. Back then. Что-нибудь. А вот сейчас-то все по-другому. Но все возвращается в конце концов. И дальше. Все то же самое. Все то же самое. Все то же самое. Я тебе доверял. Старался. Pushed as far as I can go. То есть шел на пролом так далеко, как мог. За это всего одну вещь я хочу, чтобы ты знала. И дальше вот это вот. Разобрались. Я надеюсь, все понятно плюс-минус по тексту. Давайте разбираться с техническими компонентами. Во-первых, рифма. Why? Try rhyme time. Дальше. Thing swing day away unreal. Вот эти строчки, они как будто бы отбивают и не рифмуются ничем. Прикольно. Когда у вас все нахрен рифмуется. Причем рифмуется и внутри. Keep that in mind. It designed this rhyme to explain and do time. Все рифмуется между собой. И при этом all I know. И все. И ни к чему. И когда все рифмуется, и потом какая-то козявка вылезает. О, прикольно. И дальше опять все рифмуется. И опять козявочка вылезает. Вот это прикольно. Вот это контраст. Не просто когда рифма говно. А когда рифма, 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 рифма. Глобочки не рифма. Вот тогда интересно. Дальше что? Below window even know. Wasted it all. Just to watch you go. Все рифмуется. Inside tried a part. Me eventually memory. I tried so hard and got so far. Рифма. Fall. Tell is it all. But in the end it doesn't even matter. Опять. Две короткие строчки рифмуется. Одна длинная. Две короткие строчки рифмуется. Снова та же самая длинная строчка. Прикольно. Припев очень хорошо сделан. Дальше опять все то же самое вот здесь. Mocking me. Property. Fought with me. И дальше вот опять нерифмующаяся штука. Тот же самый прием. До хрена рифмы накидано. Хотя здесь, здесь рифма варит плотнее. Здесь прям внутри строчек до хрена рифмы. А здесь просто концевая какая-то пошла. А как будто бы он устал и начал просто тут концовочками рифмовать так. Отвали. Before anymore. But then in the end. Тоже рифмы такие ленивые на самом деле. Ну вот так. Бывает иногда. В начало опять. Есть запал у человека. Есть идеи какие-то. Он их все вывалил. И потом обосрался. И накидал какой-то водички. Я же все-таки всегда за то, чтобы ты управлял тем, как ты пишешь текст. Чтобы у тебя всегда были инструменты, чтобы сделать ровно так, как тебе надо. И судя по тому, что в первом куплете сделано прям плотненько-плотненько все зарифмовано. Явно целенаправленно. Явно хотелось, чтобы было прям по-рэперски жестко. Здесь вот это по-рэперски жестко не получилось сделать. Бе-бе-бе. Вот такое бывает иногда, когда не владеешь инструментами. Ну и дальше. Inside, Ride, Apart. Все ровненько. Окей. Все понятно по рифме. То есть сначала плотно, жестко видно, что человек умеет. А дальше то ли лень, то ли не умеет. Не знаю. И дальше обосрался и сделал второй куплет просто концевыми рифмами. Ну такое. Кстати, если вы хотите, чтобы я подробно разобрал ваш текст на стриме, то заходите, пожалуйста, на Boosty. Там у нас есть вот либо QR-код, либо ссылка в описании. Там мы с подписчиками Boosty разбираем тексты подписчиков Boosty. Давайте посмотрим, что тут по панчлайнам, по образам, про каким-то метафорам. Что тут есть? Здесь ничего интересного. Время летит. Ну окей. Это так себе метафора. Очень затертая. Вот этот маятник, который как бы воплощает собой, да, парафраз пролетающего времени. ClockTex LifeAway тоже такой метафора для того, чтобы обозначить, что вместе с тиканьем часом жизнь как бы утекает. В нашем случае, да, жизнь обычно утекает. Она бы как вот в песочных часах, как песок сквозь пальцы, она бы утекала из этих часов. Это жизнь. Вот она в окошко улетает. Ну тоже такое, как бы все держал внутри, пытался. Ничего, тут метафор особо нет никаких. То же самое здесь. Рассказывает, 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 рассказывает. Вообще ничего. Ни одной вообще метафоры нет. Вот это жопа, короче. И здесь тоже нихрена себе. Короче, с метафорами полная говнина вообще. Нет ни одной метафоры, ни одного панчлайна. Просто человек пытается рассказывать историю и пытается рифмовать. Обычно в рэперских текстах это все выезжает на том, что там рифма на рифме рифмой погоняет. И эту херню надо сюда вставлять, чтобы он был еще круче, этот текст. Здесь же явно не докручено. Явно вот это. Кто там Майк Шинода или кто там у них писал это все. Он как будто бы умеет, но как будто бы это один из первых, что ли. Не знаю, как это объяснить. Ну, короче, в первом куплете кайф. Во втором куплете брррр. Давайте посмотрим на какие-то более большие структуры. На, например, стори-теллинг. На драматургию, на историю, которую здесь рассказывается. Тут затравочка какая-то, которую можно вообще нахрен убрать. Она ни на что не влияет вообще. А вот с этого можно начинать. Время важно. Почему оно важно? Потому что я его все потратил, и ты уже уходишь. Вот. Дальше потом выход в припев. Что для меня это было важно. И теперь оно просто останется воспоминанием. То есть вот эта идея с тем, что время ушло, продолжается, развивается здесь. Все подытоживается. Весь синопсис песни в одном кусочке. Все классно. Дальше опять вот эта фигня, которую можно убрать. Но она служит развитию истории. Еще раз. Здесь у нас он кому-то объясняет. To explain in the time, чтобы вовремя объяснить. Непонятно кому, но явно не себе. А здесь, чтобы не объяснить, а чтобы напомнить себе уже. Какое-то развитие происходит. То есть, несмотря на то, что это явно лишний водянистый кусок, в нем есть маленькая фигульчика, которая двигает историю вперед. Которая делает вот это небольшое изменение. Когда у нас есть кусок. Второй кусок, это одинаковые куски. Второй кусок нам знаком. Мы ему радуемся, узнаем его, расслабляемся. И нам приятно. Но в нем есть немножечко изменения, которое чуть-чуть изменяется. И нам не только приятно, но и интересно. Дальше что тут происходит. Нам рассказывается, собственно, история. То есть, это развитие. Мы понимаем детали истории. Что она себя вела абьюзивно. Явно были абьюзивные отношения. Более того, то, что я всегда прошу. И чего? Вот были абьюзивные отношения. Расстались. И чего, блин, с этого? А вот чего. Человек изменился. Понятно, что еще есть какие-то флешбеки. Но человек изменился. И партнер, с которым были абьюзивные отношения, теперь даже не узнает лирического героя. Вот в чем прикол. И обратите внимание. Здесь было я все внутри держал. А здесь ты меняется с меня на тебя. Вот это развитие здесь происходит. То есть, с точки зрения драматургии, это прям фантастика. Все хорошо. Все развивается. Немножко лишний вот этот кусочек. Но даже этот лишний кусочек и то развивается. Получается, что Линкен Парк хорошо умеет в драматургию. Они вроде бы где-то местами фрагментарно умеют в рифму. Но при этом немножечко не дотягивают с точки зрения техники текста, чтобы он был прям суперпуперический. Ну и вот этот бридж, он никакой новой информации не приносит. Он, конечно, музыкально очень классный. Эмоционально очень заряженный. Но с точки зрения текста его можно удалять и не заметить. Ну что, давайте посмотрим, что бы я изменил в этом тексте. Какие три изменения я бы внес. Во-первых, я бы взял вот этот паттерн с рифмами. Причем он прикольный здесь. Идет дохрена навалено рэперской рифмой. А потом нерифмованная с точкой. Опять дохрена навалено, нерифмованная. Я бы этот паттерн воспроизвел вот здесь. Но не как здесь, что здесь все плохо. А дохрена рифмы. Вот эту часть я бы здесь воспроизвел. История классная. Все классная. Но жестко не хватает внутренней рифмы внутри вот этих строк. Чтобы все прям наваливало. Вот этого мне не хватает здесь. Я бы это здесь поменял. Второе, что я бы сделал. Я бы подурезал вот этот кусок. Он непонятно, зачем он мне нужен здесь. Я бы им просто пожертвовал. Нахрен, убрал бы. Зачем столько текста? Ближе к припеву. Лучше припев. Давайте согласимся. Чест, руку на сердце положа. Нет ничего важнее в этой песне, чем припев. Припев заряженный. Припев качает. Припев все подпевают. Чем быстрее мы до него доберемся, тем лучше по сути. Но было бы прикольно, что была интересная история. И первый вот этот вот абзац. Он ничего не дает. Он просто льет воды. Понятно, что музыкально он интересный. Все вот это вот ритмически прикольно. Но он никакой ценности с точки зрения текста не добавляет. Нахер пошел. Ну и третье. Я бы убрал нахрен этот бридж. Что это такое? Либо я его переписал. Что-нибудь новую какую-то мысль. Как раз вот эта вот мысль, которая здесь закладывается. Что несмотря на то, что изменился лирический герой. Что эти отношения уже давно позади. Что уже все. Все. Ты меня уже не узнаешь. Но вот эти воспоминания иногда возникают. Что не все так однозначно, как говорится. И вот эту вот неоднозначность я бы сюда зафигучил. Прям вот сюда. Потому что здесь опять мы возвращаемся к той ситуации, когда он опять жалуется. Я тут. Все вот это. А оно тут. Вот это вот. Зачем? Это мы видим и в припеве. Это мы видим и в куплете в первом. Нахрена оно здесь? Непонятно. Я бы переписал. Кстати, если вы хотите, чтобы я переписал ваш текст, отредактировал его каким-то образом, чтобы он стал еще круче. То напишите, пожалуйста, мне в телеге. Вот есть у нас там в телеге закрепленный пост. В нем ценник, в нем условия. Вот это все описано. Ссылочка есть в описании. Теперь давайте посмотрим три штуки, которым можно научиться у Линкен Парка. Во-первых, если вы пишете рэперскую песню, наваливайте рэперскую рифму. Как в первом куплете. Прям очень плотно. Здесь прям, смотрите. Тут прям рифма, 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 рифма. Watch the time, go right out the window, try and hold on, didn't even know. Прям много-много наваливает. Очень много внутренней рифмы, и это круто. Если вы пишете рэперский текст, да и не в рэперских текстах, много рифмы, мало не бывает. Это сто пудов можно взять себе. Вторая штука, это вот этот контрастный прикол, когда рифма, 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 рифма. Хопа, нету рифмы. Вот это очень классный прием, когда идет контраст. Не просто там длинные строки или еще чего-то, а когда прям хренак, и нету рифмы. Это очень смелый ход, и он очень броский. Он прям выпрыгивает на тебя, но при этом он не смотрится как кринжово или что-то. Не возникает ощущения, что ты рифмы не умеешь писать, или ты тупой, или еще чего-то такое. А видно, что рифмы до хрена было, и тут целенаправленно тебе гвозди в голову забили за счет того, что рифму опустили в этом месте. Ну и третье, это припев. Смотрите, как ладно, складно, круто сделан припев. Я не зря говорю, что припев это самое крутое место в этой песне, потому что смотрите, рифма, рифма, длинная строчка. Рифма, рифма, длинная строчка. И контраст длинного и короткого. И крутые вот эти рифмы. В целом, припев очень круто сделан, и он вот на этом выезжает в целом вся песня. Ну, просто ритейлинг, наверное, но тем не менее. Спасибо огромное, что досмотрели видос досюда и не перематывали. Это позволяет Ютубу понять, что видео интересно, и Ютуб так продвигает видос. Особенно, когда во время просмотра вы подписываетесь. Потому что главное, на самом деле, что вы делаете мне приятно этим. А пока вы подписываетесь, ставьте, пожалуйста, этому видео лайк. Особенно, если у вас есть сердце. Ну и я надеюсь, Линкен Парк вас чему-то научил. Может быть, английскому языку, может, каким-то приемом написания текста в песен. Потому что вы классные. Классные, классные.